Так, министр иностранных дел Китая прибыл в Бешкек с официальным визитом. Сегодня он встретился со своим кыргызстанским коллегой Чингизом Айдарбековым. Сторон обсудили полный спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшей активизации стратегического сотрудничества. Также на повестке дня состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам. Главами внешнеполитического ведомства Кыргызстана и Китая подписана программа сотрудничества Министерств иностранных дел на 2020-2021 годы. Кроме этого, министра обсудили подготовку предстоящего визита председателя Китая Си Цзиньпиня в Кыргызстан в июне текущего года, отметив, что визит сам по себе является исторически важным событием. Джибек Шаршенбиева рассказывает. Министры внешнеполитических ведомств Китая и Кыргызстана провели встречу в рамках официального визита главы МИДа Поднебесной Ван И. В ходе расширенной встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, отметив, что между странами активно продвигается дипломатическое взаимодействие. В частности, министры особое внимание уделили повестки дня предстоящего визита председателя КНР. Достигли очень важных договоренностей, которые, мы рассчитываем, будут зафиксированы, будут подписаны в ходе предстоящего государственного визита. На сегодняшний день Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, наше посольство дипломатические миссии, а также соответствующие компетенты Министерство и Ведомство очень плотно взаимодействуют и готовят предстоящую повестку дня этого очень важного. Мы считаем предстоящего исторически важного государственного визита. Чирзай Дарбеков также затронул и долгосрочную стратегию развития Кыргызстана, подчеркнув, что некоторые проекты реализуются при поддержке Китая. Поднебесная готова поддержать Кыргызстан в реализации национальной стратегии устойчивого развития на 2018-2040 годы и другие совместные проекты. Тазасу проект, это ирригационные системы на территории Кыргызской Республики. Ведется соответствующее на сегодняшний день взаимодействие наших компетентных министерств. И мы отдельно также отметили важность дальнейшего продвижения крупного регионального проекта. Это строительство, реализация проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызская Республика Узбекистан. Ну а в культурной сфере планируется постановка китайской оперы Манас в Кыргызстане. В свою очередь Ван И отметил, что благодаря стратегическим стремлениям Сорумбао-Джейнбекова и Цзиньпине наступили стратегические двухсторонние отношения, заявив, что Китай окажет всестороннюю поддержку в реализации договоренностей. Китай поддерживает усилия Кыргызстана по обеспечению стабильности, экономического развития и повышению благосостояния народа. Мы будем по мере своих возможностей оказывать помощь в качестве большого друга и доброго соседа. Сейчас для нас важно ускорить сопряжение национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана и стратегии Китая «Один пояс, один путь». Я думаю, что видеть Цзиньпине в Кыргызстан придаст им путь дальнейшему поступательному развитию двустороннего взаимодействия и выведет кыргызско-китайское отношение на качество на новый уровень. По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подписали программу сотрудничества между МИД Кыргызстана и Китая на 2020-2021 годы, которая охватывает все сферы двустороннего сотрудничества в рамках компетенции внешнеполитических ведомств и определяющий основной курс на ближайшие два года. Коробеков «Пирамида».